Приветствую вас, я сперва отвечу вам на вопрос, который вы задаёте, а потом я дам какие-то свои комментарии к тексту вашему. Вот, значит, ну, просто моё профессиональное мнение. Значит, первое, с чего мне хочется начать, это с того, что если вы человека любите, как вы говорите, без истерик, совершенно как бы нормально, да, уже успокоились, вот что, любите его, любите его далека, любите его так, как он позволяет себя любить. Вот, то есть, вот если он отдаляет вас, да, значит, значит, соответственно, нужно найти такую форму взаимодействия вам, когда он отдалять не будет вас от себя, и вы могли бы с ним взаимодействовать на том уровне, на каком для него это приемлемо. Вот. Пожалуй, это единственное, что вы можете сделать, потому что если человек не любит вас, то он, соответственно, вряд ли к вам и вернётся. И сделать с этим вы ничего не можете, потому что это зависит, ну, не только от вас, но и от него тоже. Значит, другой вопрос, что если он к вам вернётся, всё-таки, то не будет ли это возвращение, ну, означает, что он просто вас использует? Или, может быть, вы готовы к тому, что он будет использовать вас? Или, может быть, вы согласны на то, чтобы он вас использовал? Ну, если так, то можно говорить об определённой эмоциональной, возможно, даже любовной, сексуальной зависимости вашей от него. Что, естественно, не является чем-то хорошим. Потому что вы говорите, что, вот, предложи он хоть что-нибудь, и я согласилась бы. То есть, вы, зная, что он встречается с кем-то, да, зная, что он взаимодействует с другой женщиной, и вы всё равно готовы с ним идти на контакт. И вот это вот, конечно, свидетельствует либо о всё-таки заниженной самооценке в глубине души у вас, либо об острой потребности в нём, которая никак не может быть любовью. Потому что любовь – это не потребность, любовь – это желание отдавать, желание отдавать то, что нужно отдать, то, что нужно человеку. Вы же говорите про адские муки, вы же говорите про потребность быть с ним и так далее. Это не любовь, это зависимость. Либо вы согласитесь с этим сейчас и признаете, что есть проблема зависимости, от которой нужно работать. Либо вы не признаете, будете отрицать и так дальше будете мучиться, страдать годы, да, годы, скорее всего. И вот где-то в конце всего этого вы, может быть, ну, придёте к пониманию того, что, в общем-то, время вы потратили просто зря. Ну, никуда, по сути. Вот. Хотел бы обратить отдельно ваше внимание на то, что разница в возрасте у вас очень большая. Да, двадцать лет, как я понял. Соответственно, такая разница в возрасте это всегда про отца, это всегда про взаимоотношения с ним, с отцом. Вот. И на это косвенно указывает то, что вы, значит, говорите про свою маму. То, что он на одном уровне с мамой, но мама-то одна, то есть отца-то нет, получается. Вот. И когда-то вопрос. Где отец? Где папа? Что с ним? И вот если, собственно говоря, ваша мама одна, то вы, скорее всего, повторяете её сценарий. Ну и, естественно, незавершённые, незавершённые отношения с отцом, конечно, тоже имеют место быть. Вот. Опять же, опять же, вы либо принимаете это и работаете с этим, над этим, с психологом, чтобы все вот ненужные моменты, все лишние моменты убрать и оставить только лишь любовь. Только лишь спокойное желание, желание человеку всего лучшего и счастья, да? Вот. Если не с вами, то хотя бы где-то ещё. А самостоятельно, самостоятельно, да? Соответственно, заниматься своей жизнью и, если не строить новые отношения, например, то хотя бы, ну, хотя бы просто взаимодействовать, жить, общаться с другими мужчинами, и так далее. Вот. Но не, не хотеть именно быть с ним, потому что вот как раз, как раз те, кто любят, да, если это любовь, не хотят быть с человеком обязательно. Обязательно с человеком быть не нужно. Можно любить на расстоянии, можно любить, даже не видя, не видя и не встречаясь с человеком. А вам нужно именно с ним быть. Здесь, конечно, вопрос, связанный именно с вашими потребностями, с самооценкой, вот, и с детско-родительскими отношениями, конечно же. Вот. Может быть, может быть даже с мамой, может быть, хотя я в этом не уверен, но может быть с мамой. В плане, в плане того, что вы подтверждательны выбрали себе такого мужчину, как отец, значит, дабы не вступить в отношения, на самом деле, ну, реально дабы в отношения не вступить. И, собственно говоря, не, ну, не бросить вашу маму. То есть не оставить её, дабы не испытывать потом чувство вины за то, что вы её бросили. Вот. Потому что перед мамой, скорее всего, у вас довольно серьёзная, сильная ответственность. И к маме у вас очень сильная, опять же, привязка. Вот. Тут надо понимать, что любить маму – это здорово. То есть любить её, любить. Но, на мой взгляд, как мне показалось, слишком уж сильно она влияет на вас и на то, что вы делаете. Я рядом был бы ошибаться, но мне кажется, что это именно так. Так. В целом, ваше письмо такое довольно пространное. Вот. То есть лично оно какой-либо общей мысли. Вот. Сейчас вы, я думаю, находитесь на стадии грусти. Вот. Это такая очень хорошая, на самом деле, стадия, да, очень хорошая стадия, на самом деле, грусть. Вот. Ну, её важно пережить. Вот. Но мне почему-то кажется, что вы не прошли стадию принятия до конца. Вот. Давайте разберём ваш вопрос. Значит, вы пишите «Люблю восемь лет одного мужчину». Если вам сейчас тридцать один, то, соответственно, полюбили вы его, когда вам было, сколько, двадцать два, двадцать три. Ну, я так подозреваю, что в том возрасте вы его идеализировали слишком сильно и у идеализации были причины. Вот. Ну, у того, что вы его идеализируете, да, идеализировали, а у этого есть причины. Вот. Причины кроются в желаниях. Вы пишите «Мы расстались той зимой, но сейчас другой с ней проще». Вот, собственно, здесь идёт сравнение. Вот не сравнивайте. С ней проще, с ней легче, с той тяжелее, с той ярче, ну, как-то ещё, 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 ещё и ещё. Вот. Это, ну, на мой взгляд, это достаточно такой деструктивный путь, потому что ни к чему хорошему он вас, ну, не приведёт. Вот. То есть, сравнение. Ну и, соответственно, вопрос заключается в том, да, откуда у вас взялось это самое сравнение. Как оно, сравнение, в целом стало возможным для вас. То есть, ведь, всё-таки, ну, вы же уникальная, как вы говорите, красивая, умная, стройная женщина. И вы говорите, что она проигрывает. То есть, это опять, это опять, опять это впрямление к тому, чтобы сравнивать. Вы пытаетесь сравнивать себя с ней. Вот. Ну, можно сказать, что это едва ли не самая основная ваша такая вот показательная черта того, что вы на данный момент его уже не любите. Может быть, вы любили его раньше, но раз вы сравниваете себя с ней, значит, вы доказываете. Вы боретесь. Боретесь за внимание. Ну, возможно, возможно, за внимание. Возможно. Вот. Вот. Это, конечно, печально, и если вы, опять же, если вы не согласитесь с этим, я пойму. Вот. То есть, я отдаю себе отчёт, что вам тяжело это подумать. Тем более, что вы там дальше пишете про то, что он всегда, ну, всегда вам не он и мама. Но, знаете, вам, то есть, вы склонны, ну, вот склонны к тому, чтобы идеализировать людей, которых вы любите. То есть, они, как бы, ну, не подавляют, а захватывают часть вашей личности. Вот. Дальше, значит, возврата нет точно, он человек слова. Так, ну, это, скорее, у вас идёт рационализация, потому что, ну, какие слова могут быть в любви, если она есть, конечно. Вот. Год мук адских пережила ему 50. Ну, тут у вас здесь вот так вот, да, немножко, немножко сбито идёт повествование. То есть, адские муки, пишите вы, пережила ему 50, то есть, сразу про возраст, видимо, возраст имеет всё-таки для вас какое-то значение. Вот. Значит, ну, соответственно, я думаю, что это тоже очень важный момент. Далее. Вы пишите, что мучились. Вот. Давайте зафиксируем это. Адские муки. По поводу чего адские муки? Что именно вы потеряли? Чего именно вы лишились? Ведь любящий человек – это человек полный. Это человек, у которого есть что дать. А вы мучились, значит, вы что-то потеряли. Может ли тот, кто переживает из-за того, что он что-то потерял, полноценно отдавать, чтобы слюбить? Вот этот вопрос вам я рекомендую обдумать. Потому что, ну, опять же, всё это к вопросу о любви. Да? Всё это к вопросу о том, что вы чувствуете. Дальше. Значит, старый холостяк, взрослая дочь. То есть, вот, смотрите, значит, холостяк пишите вы. Да? Холостяк. То есть, вы выбрали себе холостяка, и я полагаю, что, ну, в общем и целом, не случайно вы это сделали. Вот. Потому что именно недоступный мужчина в душе вас привлёк. И вопрос возникает в том, почему именно недоступный мужчина вас привлёк. Недоступный мужчина, это, как правило, потребность доказать что-то. То есть, если недоступный, значит, я пытаюсь доказать, что я могу его покорить, могу добиться его любви. Че любви вы добиваетесь? Правильно. Скажите вас что? С новой пассией с февраля. Редкие необременительные встречи. Я на замужем. Какая разница? Зачем вы это, вот, именно это написали? Я живу им, дышу, уже не так зависимо. Да и ни при чём тут это. При чём? При чём? Вы зависимы, это важно. Зависимость происходит от личностной неполноты. Как правило, от нехватки именно отцовской любви, отцовского принятия. Мы общаемся по телефону, иногда встречаемся, ненадолго гуляем. При этом я люблю, хочу только его. Ну, значит, ну, так. Из мужчин могу общаться с удовольствием только с ним, родной голос, тело. Ну, это идеализация. Это идеализация. Идеализация связана, опять же, с вашим, с вашей потребностной сферой и личностной восприятием себя. Про то, что... Про то, что, значит, вы согласились бы сразу, я вам очень сказал. Это 17-ка. Это 17-ка. Значит, огромная разница в возрасте, а вот с чем связан такой выбор? Семь лет отношений, где было всего любовь, страх, боль, ревность, значит, измены и разлуки. Ну, то есть, вы выбрали такие отношения, где мужчина не был готов, собственно, к отношениям, и раз были изменены, значит, вы все-таки, опять же, не цените себя и не принимаете себя до конца. А это говорит о том, что... Это говорит о том, что вы именно недооцениваете себя, а то и принижаете. Дальше, значит, ну это опять же из-за того, что вы считаете себя в глубине души недостойной любви. Он не умеет любить одну женщину, долго для него угасание страсти и проблемы равны отказывать любви. Но человек не умеет любви, потому что он не полон, так же как и вы, поэтому вы сошлись. Он не полон, потому любить не может. Он боится отношений, боится близости, боится пропускать к себе. Ну опять же, из-за того, что с одной стороны у него не удовлетворенные попреждения, с другой стороны проблемы с личными границами и принятием себя тоже. Новая партнерша многому его научила, в том числе и верности, и то не до конца. Вот понимаете, да? Как бы у вас, у вас, у вас сравнение постоянно идёт. Понимаете? Вот. Значит, если я до слёд всеми фибрами души люблю одного мужчину и знаю, что пронесу это чувство долго, опыт есть других мужчин и поклонников было немало, а сейчас тоже есть отдельно взятые не те. А какой опыт есть, если вы 23 года, 22 года, значит, по сути любите, влюбились в человека, да? Какой опыт? То есть, вам дали, вы до этого 7 лет кого-то любили ещё или что, откуда опыт-то мог взяться? Вот, значит, далее, до слёз любить, это не любовь до слёз, это зависимость, это страсть, это привязанность, но не любовь. То, что знаете, что принесёт это чувство, это скорее, знаете, как, невозможность переключиться, невозможность выйти из зоны комфорта. Это нежелание, возможно, как бы работать над собой. То есть, страх, что вот любовь уйдёт, да, и смысл жизни не будет. Да, просто помимо любви заодно будет что-то ещё. Не кто-то, а что-то ещё. Вот. Как быть? Ну, соответственно, соответственно, работать с созависимостью. Вот, человек отпустить, делать его счастливым, насколько, насколько это возможно. Вот. То есть, занимать то место, которое он вам предоставит. И радоваться тому, что вы можете приложить руку к счастью другого, того, кого вы любите. И всё. Это единственное, что вам нужно сделать. А вам самой нужно работать с психологом, если вы хотите избавиться от зависимости. Вот. Ломать себя я быть с любимым не могу. Нет, это не нужно делать. Не нужно себя ломать, не нужно быть с нелюбимым. Это абсолютно исключено. Вот. Тут нужно вот именно отпустить человека. Одна научилась, но это было, но это было и порой ещё мучительно. Но это от непринятия себя. Умна, самодостаточна, ну, такая характеристика, за счётом того, что вы написали, является проявлением защитной реакции от нежелания что-либо менять в себе. Опять же. Потому что будь вы самодостаточной, у вас бы не было того, что вы пишете. Ага, привлекательность стройна. Верю. Как и то, что всё при вас. Верю. Но вот, самодостаточная женщина не сравнивает себя с другой. Вот. Абсолютно. Как мне быть, если я хочу любить этого мужчину, люблю его, хочу быть с ним. Уже почти без истерик, просто люблю. Ну, я ответил, ладно, на этот вопрос. Псевдомаги не помогли? Ну, на самом деле, если это псевдомаг, то он и не поможет, да? А, магия настоящая, это большая редкость. Да и есть ли магия? Вопрос риторический. Ломать волю в любом смысле, в любом случае смысла нет. Человек сам принял решение, да, но вы же обращались к магам, получается. Самодостаточная женщина. Вы же обращались к магам. Вот. И, видимо, пытались сломать волю человека. Раз. Такая история. Раз вы пишете. Что же вы, эээ, правду не говорите? Ну, он скажет, я хотел, я хотел сломать волю, я хотел приворожить его с помощью магов. Вот. Только это не показатель самодостаточности. Дальше. Эээ, значит, человек сам принял решение, но это рационализация, у вас сейчас вот эта вот рационализация. Так ему лучше. Ну, я не верю в то, что вы верите в этом. Мы ссорились очень много, эээ, но я осознала много. Ну, хочу узнать что. Эээ, неужели никак нельзя вернуть любовь? Эээ, она была? Знаете, если любовь была, она не уйдет. Если мужчина ушел, эээ, несмотря на то, что ее любит. Знаешь, чем боится любви? Нужен ли такой мужчина решать вам? Нужен ли вам? Любой на счет от любви нет, и в таком случае ее не вернуть. Эээ, так, как быть, если ты верен одному своему человеку, если сердце его сейчас снимет, он на одной части весов с мамой, и больше никого нет. Убрать с часть весов маму, убрать с часть весов его, и на весы поставить только себя. Это первое. Второе. Эээ, верность человеку, эээ, воспринимать как ваш выбор, а не... Ну, вот, вы делаете этот основной выбор, вопрос для чего? Ну, вот, вы храните ему верность, эээ, сколько там, сколько, год, да, год вы храните ему верность. Ну, а он нет. Кхм, ему все равно. А вы храните. И вот в какой-то момент, эээ, просто с психологом быстрее, эээ, вы поймете, что это лишено смысла, вот это лишено смысла. На самом деле. И тогда вы сможете начать жить для себя. Не для него, а для себя. Кстати, тоже очень важный момент, я уже говорил, что вы себя обесцениваете. То есть, у вас мама, для которой вы, скорее всего, все делаете, и вот этот мужчина. То есть, баба. Так что? А вы где? Где вы? Где то, что вы делаете для себя? Где ваше увлечение, хобби, ценности? Где это все? Нет. Дальше, значит, мне почти тридцать один, семьи, видимо, не будет. Нет, ну, эти, как сказать, будет семья. Если менять вы хотите, то семья будет. А так, конечно, нет. Я не могу любить других, не хочу. Ну, вот. Клово «не хочу» – это ключевой момент. А чего хотите? Если хотите того, чего невозможно, в данном случае, любви, да, вернуть человека. Вот. Ну, так, может быть, может быть, тогда дело в том, что вы недостаточно зрелые. Если вы хотите того, что невозможно получить, получить. Потому что, ну, все-таки взрослый человек, он отличается от ребенка тем, что он ориентируется на реальное происходящее. Вот. А ребенок ориентируется на свои желания. Вот я не хочу любить других, заявляет ребенок. Да, не хочу вот любить других я. И все. Вот дайте мне вот моего любимого. И все. То, что любимый уже давно не любимый, и он уже давно чужой. Ребенок не хочет принять. Почему не хочет принять? Он все это означает выход из зоны комфорта. Он все это означает, что нужно что-то менять. А меня это не хочется. Страшно. Вот. Понимаете? Такая история. Вот. Поэтому, поэтому, в этом случае, в этой ситуации, как бы, только все в том, что решать-то вам, на самом деле. То есть вы хотите хозяйки своей жизни. А вы сделали хозяином своей жизни другого человека. Причем, совершенно необоснованно. Вот. Ну, в том плане, что он не достоин того, чтобы быть хозяином вашей жизни. То есть будь этот мужчина, там, действительно такой вот, ну, достойный, который любит вас. Или хотя бы, ну, он не изменял бы вам, да, а честно себя вел, ну, тогда да. А так нет. Вот. Я полагаю, что вам проще так. Вам проще, когда у вас есть такой вот хозяин ваш. Это снимает ответственность. А дети, они не хотят. Дети, они не хотят ответственность брать на себя. Дети боятся ответственности. Понимаете? Понимаете? Вот. Вот я думаю, что такая история. Дальше. Детей нет, и не надо почему-то от него хотела. Ну, знаете, чтобы были дети, чтобы хотеть детей, нужно любить себя. Нужно, чтобы, ну, если хотите, вот, детям что-то отдавать, да, детям что-то давать. Нужно, сперва, нужно любить себя. Вот. Если, как бы, вы не любите себя, то и детей, соответственно, вы, ну, вот, на данный момент, детей вы полюбить не сможете, ну, никак, при том желании. Ну, вот. Просто ресурсов у вас для этого нет. Кстати, про детей вы к чему написали, я, если честно, не понял. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос, аноним. Обещать вам, что делать дальше. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне их в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.